Казанский университет Великий математик Николай Лобачевский, а также ученый, открывший Антарктиду Иван Симонов, были ректорами Казанского императорского университета. Указ президента Российской Федерации трансформировал Казанский государственный университет в Казанский приволжский федеральный университет, который был создан в 2010 году. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли семь вузов республики. Общее количество студентов выросло почти в три раза. В университете был создан специальный коллегиальный орган управления – Попечительский совет. Он был создан в целях содействия формированию стратегии и перспективного плана развития Казанского федерального университета. С 2010 года действующим председателем Попечительского совета является президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. В соответствии с приоритетными направлениями в Казанском федеральном университете появились совершенно новые направления научно-технического развития. Важным стратегическим решением при формировании программы развития университета явился проект собственного медицинского кластера. По сути, медицина, как наука, ушедшая из университета в 30-х годах прошлого столетия, вернулась вновь, но в новом, междисциплинарном качестве. Вся наука в университете в той или иной степени включилась в широкий спектр научно-исследовательского процесса, ведущего к единому результату. В 2012 году на базе биологического факультета появился Институт фундаментальной медицины и биологии. Этот институт готовит медиков, медиков-исследователей. Создан специальный научный центр для проведения междисциплинарных исследований. Концепция Open Science реализуется в Казанском федеральном университете созданием Open Lab, открытых лабораторий и центров превосходства с участием ведущих мировых ученых. В 2015 году под юрисдикцию Казанского федерального университета перешли три медучреждения – РКБ номер 2, ПСМП-2 и Городская поликлиника номер 2. На их базе была создана Федеральная университетская клиника. Реализовать этот масштабный проект оказалось совсем непросто, ведь речь идет о функционировании в едином слаженном режиме целого комплекса – зданий в центре города, где трудятся в общей сложности более 1 тысячи медиков. Около 90 тысяч человек прикреплено для обслуживания к университетской клинике. Имеется 870 койко-мест для лечения в стационаре. Фактически, это первый опыт в России передачи действующих медицинских учреждений в структуру ВУЗа. В клинике внедряются новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, использующих результаты генетических исследований. Расширение сферы деятельности Института фундаментальной медицины и биологии требовало новых площадей для научно-исследовательского и образовательного процесса. Передача бывшего военного госпиталя было вполне логичным шагом, но состояние переданных зданий было удручающим. Это не помешало университету произвести кардинальные ремонтные работы. В 2020 году в полную силу заработал Центр научно-клинических исследований прецизионной и регенеративной медицины. Центр является площадкой трансфера технологий, полученных в результате совместных научных исследований ученых университета с ведущими научными центрами мира. Центр является уникальным для всего Приволжского федерального округа своими современными технологическими возможностями. Особенностью Центра является и участие частного капитала. Важно отметить, что за короткий срок существования медицинского направления университету удалось выйти на второе место в предметном рейтинге Times Higher Education по направлению науки о жизни. Новый Институт геологии и нефтегазовых технологий активно внедряется в сферу научно-прикладных задач в добыче и переработке углеводорода в мире. Студенты-магистранты принимают в этих исследованиях активное участие, разработаны свои технологии и оборудование собственного производства, не имеющее аналогов в мире. Выдающаяся химическая школа помогает продвижению проектов по медицине, биологии и нефтегазовому направлению. В 2011 году в рамках Международного бутлеровского конгресса по органической химии состоялась закладка камня в фундамент нового корпуса Химического института имени Бутлерова. В этом же 2011 году в старом здании Химического института имени Бутлерова КФУ были произведены ремонтные работы. В здании вдохнули новую жизнь. Строительство нового корпуса Химического института было обусловлено расширением лабораторных баз университета. Старый четырехэтажный химический корпус был построен в 1953 году, имел деревянные перекрытия. Физический износ здания составил почти 50%. Ему требовалась полная реконструкция. Приобретаемое по программе развития КФУ дорогостоящее и высокоточное лабораторное оборудование практически невозможно было установить там. Важно отметить, что строительство осуществлялось за счет средств попечителей университета, бюджета республики и ведущих промышленных предприятий. Открытие совместной с университетом и Нижнекамской нефтехим катализаторной фабрики является ярким примером участия крупного бизнеса в проектах КФУ. В этом году в топ-100 лучших вузов мира по направлению Engineering Petroleum вошел Казанский федеральный университет согласно данным рейтинга КУЭС. Он занял 66-ю позицию. Инженерное направление, так необходимое для внедрения разработок, в той же медицине и не только, представил Инженерный институт. Здесь активно развивают робототехнику и аддитивные технологии, используя 3D-печать для создания в медицине различного рода имплантов. Набережно-Челнинский институт университета является базовой образовательной площадкой для автомобилестроения Прикамского региона, а также для ведущего мирового производителя бытовой техники ХАЙР. Ученые физики работают над квантовыми технологиями, новыми перспективными материалами и инфокоммуникационными технологиями. Изучение звездной Вселенной при помощи современной инфраструктуры с телескопами в Турции и на Северном Кавказе продвигает университет в крупных международных проектах. Разработки университета беспилотного грузового транспорта совместно с автогигантом КАМАЗ торжественно проехались в преддверии открытия Крымского моста. Университет имеет две обсерватории. Городская астрономическая обсерватория, которая находится на территории главного здания КФУ, и Астрономическая обсерватория имени Энгельгарда. На территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарда расположен планетарий Казанского федерального университета. Первый камень в основании планетария и будущего астропарка был заложен 22 августа 2011 года, и почти через два года, 23 июня 2013 года, планетарий открыл свои двери для всех желающих. Свой университетский планетарий дает возможности реализовывать уникальные образовательные программы уже в рамках социогуманитарного направления «Вчитель XXI века». В Казанский федеральный университет вошли два крупнейших университета по педагогическому образованию – Елабужский государственный университет и Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, что обусловило выбор приоритетного социогуманитарного направления. Елабужский институт представляет собой модель специализированного педагогического университета. Ключевая особенность собственной модели педагогического образования КФУ заключается в соединении преимуществ классического и педагогического университета при подготовке учителей. Модель школьно-университетского партнерства КФУ позволила вывести два лицея университета, лицея имени Лобачевского и IT-лицея интернатного типа, в число 100 лучших в России. Здесь учатся дети с 7 по 11 класс. С нового учебного года в состав Елабужского института КФУ войдет и средняя образовательная школа номер 5. В здании произошел капитальный ремонт. Был проработан не только дизайн школы, но и изменилось его внутреннее образовательное содержание. Новый статус позволит школе стать экспериментальной площадкой для инноваций и внедрения современных методик, технологий, а также включиться в интересные проекты. В текущем же году появляется у КФУ и свой собственный детский сад, который станет первым в стране университетским центром работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. На базе КФУ проводятся занятия с представителями старшего возраста. Университет третьего возраста открывает двери всем, кому знание в любом возрасте не помеха. По сути, можно говорить о том, что КФУ реализует на практике концепцию сопровождения образовательными услугами человека с раннего детства и до глубокой старости. Эти усилия не могли пройти незамеченными и мировым научным сообществом. Согласно глобальным рейтингам ТИИЧИ по направлению образования, КФУ занимает 94-е место среди вузов мира и первое место среди отечественных университетов. Прекрасные телестудии, самое современное телевизионное оборудование предоставлено для будущих журналистов, которые практикуются на студенческом телеканале Универ-ТВ, транслирующем свои программы в эфире и кабеле не только Татарстана, но и в других регионах России. В рамках Казанского федерального университета был возобновлен конкурс среди математиков мира на премию и медаль Великого русского математика и ректора Императорского Казанского университета Николая Лобачевского. Ведь именно математика лежит в основе всех IT-технологий и цифровизации страны. Центр цифровых образовательных технологий Эдутек КФУ является ресурсным центром формирования современных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Цифровизация пронизывает практически весь образовательный процесс КФУ. Центр цифровизации образования Эдутек начал свою работу еще осенью прошлого года. Но реально проверку качественного и количественного уровня цифровизации в КФУ провела пандемия. Университет уверенно прошел эту проверку, перейдя на дистант плавно и без особых проблем, обеспечив высокое качество образовательного процесса для студентов. Идет очень плотное сотрудничество в этом направлении с корпорацией Microsoft. Надо отметить, что пандемия устроила нешуточную проверку университета не только на возможности организации дистанционного образования, но также и на готовность университета предпринять экстренные меры превентивного характера в целях недопущения массового распространения заражения. Серьезное влияние на ситуацию оказало решение ректора организовать раздачу продуктовых наборов, оставшимся жить в общежитиях университета студентам, и работа зоны обзервации с проживанием и трехразовым питанием для тех, кто контактировал или мог контактировать с зараженными. Временное трудоустройство студентов в целях минимизации посторонних нежелательных контактов также позволило снизить возможные риски. В этом плане очень сильно помог и фактор наличия у университета собственной клиники, где проходили тестирование на COVID-19 студенты и сотрудники университета. Подтверждением динамичного развития медицинского направления университета послужила эта драматическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса. Только три университета в России реально занимаются разработкой вакцины и только два университета – разработкой тест-систем. Казанский федеральный университет в числе участников и в том, и в другом случае. Тестирование ПЦР проводится университетом с апреля месяца. В июне налажено производство своей тест-системы на антитела. В июле ожидается получение всех необходимых разрешений для розничной продажи тест-полосок по аналогии с тест-полосками на беременность. Впрочем, вряд ли можно добавить что-то более весомое к тому, что о Казанском федеральном университете уже высказались руководители страны. Я вот сегодня познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как ВУЗ с историей, с традициями хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Продолжение следует...